Музыка Правительство Латвии приняло решение о выделении Министерства умного управления и регионального развития средств в размере почти 23 млн евро для обеспечивания непрерывного покрытия расходов муниципалитетов на поддержку населения Украины в период с декабря 2023 года по ноябрь этого года. Финансы выделены мурой средств, подлежащих перераспределению в процессе исполнения годового государственного бюджета. Они предназначены для покрытия расходов самоуправлений на поддержку гражданского населения Украины, включая предоставление жилья и питания, первичная поддержка, а также возмещение расходов физическим и юридическим лицам на размещение гражданского населения Украины и муниципалитетам на благоустройство муниципальных зданий, предоставление социальной поддержки, образование, поддержку при обращении с административными услугами, работа единых координационных центров государственной и муниципальной поддержки. За первые семь месяцев этого года клиенты четырех крупнейших банков Латвии были обмануты на общую сумму 10 миллионов евро путем подтверждения платежей, свидетельствуют данные, опубликованные Ассоциацией финансовой индустрии. Всего за первые семь месяцев этого года было предотвращено 3148 случаев телефонного мошенничества, что позволило защитить более 3 миллионов евро. Но все же в некоторых случаях потери денег избежать не удалось. В результате мошенники заполучили чуть более 6 миллионов евро. В июле было зафиксировано самое низкое количество телефонных мошенничеств с августа прошлого года – 268 случаев. Банки и полиция напоминают, что мошенники очень искусны во лжи и часто играют роль представителей банков, полиции, почтовых и государственных органов, звоня, отправляя смс, электронные письма и даже используя искусственный интеллект, чтобы призвать к немедленным действиям, заявляя, что это очень важно и срочно. Они вызывают у потенциальной жертвы чувство тревоги и страха, заставляя думать, что если человек не предпримет таких действий, то у него выманят все деньги. В случае сомнений рекомендовано обратиться в учреждение или банк, сотрудника которого выдает себя преступник, используя только официальные контактные данные. Или же можно связаться с родственниками. С 20 августа в Дауглопилсе началось оформление ученических проездных билетов. Эта поддержка является важным шагом для обеспечения удобного и доступного транспорта для школьников. В соответствии с правилами Дауглопилской думы номер 7 о льготах на проезд в общественном транспорте в городе Дауглопилс, ученики нашего города имеют право на стопроцентную скидку на проезд в общественном транспорте города, как в автобусах, так и в трамваях. Единственная оговорка, что эти ученики должны быть зарегистрированы на территории Дауглопилского самоуправления. В этом году школьники города Дауглопилса имеют право пользоваться своими проездными билетами до 31 августа. Но, учитывая, что мы понимаем, что до 2 сентября не все смогут получить новые проездные билеты, все, а Дауглопилс-Сатексма решила продлить этот период до 5 сентября этого года. Также учащиеся профессиональных учебных заведений, которые задекларированы в Дауглопилсе, получают скидку на проезд в размере 25 евро в соответствии с обязательными правилами Дауглопилской городской думы номер 7. Чтобы получить эту льготу, учащиеся должны обратиться в канцелярию учебного заведения, а затем в кассу Дауглопилс-Сатексма для покупки месячного билета. Более подробную информацию можно найти на сайте муниципального предприятия. Если у вас возникли вопросы о бесплатных проездных или месячных билетах, обращайтесь в свое учебное заведение или в СИА Дауглопилс-Сатексме. Не Октобрфест, но что-то очень похожее. В Дауглопилсе впервые прошел фестиваль пива, который собрал в сквере Андрея Пумпора большое количество людей. И ведь здесь было на что посмотреть. Начнем с того, что были представлены различные латвийские пивоварни, которые предлагали свой натуральный продукт, причем не только пиво, но и квас. А местные хозяюшки из Дауглопилского латышского общества, музея, шмаковки и центра туризма угощали посетителей различными закусками. Октобрфест считается одним из самых красивых праздников и наиболее посещаемых. И так как жители Латвии, Литвы, также и наших соседей очень любят пиво, Сегодня здесь, по-моему, 8 компаний, производящих пиво, угощают, наших жителей пивом предлагают продегустировать и, конечно же, купить. Ну а как же пиво без угощений? И поэтому мы вместе с туристическим центром, вместе со музеем шмаковки, вот латышское общество, мы приготовили также и вкусные закуски для пива. Это и, конечно же, поджаренный хлебушек с чесноком, это, конечно же, и пирожки со шпеком, это, конечно же, и сало, это, конечно же, малосольные огурчики. Отдельное меню было продумано и для юных посетителей праздника, которым предлагались сладкие булочки, печенье с сыром, розочки. Кстати, последние выпекались прямо на глазах у зрителей. Это розочка, наша латышская розочка. Тесто – это стакан воды, 4 яйца, 150 граммов водки и мука. Можете попробовать и испечь сами. Не меньшую заинтересованность у жителей вызвали палатки с пивом от местных производителей. Не покладая рук, работал пивовар из Красловского края Артем Гекиш. Его напиток под маркой «Брузис Мурза» пользовался большой популярностью у посетителей. Но в чем секрет? Я на своем производстве изготавливаю пиво по типу эля. Сегодня доступны три вида. Есть также квас, так что напитки на все вкусы. Конкуренция в этой отрасли в Латвии большая. Много пивоварен, поэтому постоянно приходится что-то делать, придумывать, улучшать продукт. Нужно искать своих клиентов, искать новые вкусы, чтобы всем можно было угодить. Этот праздник привлек к себе внимание не только местных жителей, но и иностранцев. Так, например, гость из Великобритании Джастин случайно оказался в субботний вечер в сквере Андреа Пумпара. Но остался очень доволен тем, что ему удалось побывать на таком интересном и веселом празднике. Я не ожидал, что будет так красиво, так чисто, так приятно. И такие хорошие люди, клянусь, я вам говорю, что я думал, что будет еще такой маленький городок типичный. Но, клянусь, я в шоке. Как Саша. Очень вкусно. И я только что покушал там роза, они мне сделали типа как пончик такой, да? Просто супер. Посетил мероприятие глава города Андрей Элкснич, который в свое время поддержал инициативу проведения в Даугавпилсе фестиваля пива. Я считаю, что мы должны идти вперед, придумывать что-то новое, создавать какие-то новые формы активности для того, чтобы, в первую очередь, горожанам было бы хорошо, а в вторую очередь, чтобы к нам приезжали бы туристы. И сегодня, на самом деле, в Даугавпилсе очень много приезжих из Литвы, из Риги. Я видел сегодня американцев, видел сегодня немцев, все идут пробовать межу-путру, кашу, традиционные чаи, где-то квас, где-то пиво, традиционные песни, пляски. Классное настроение и все очень хорошо. По долгу службы продегустировать пиво у городоначальника не получилось, однако квас, по его словам, был очень вкусный. Да и закуски, включая ячневую кашу, удались Даугавпилским хозяюшкам на славу. На этом праздничные мероприятия в городе не заканчиваются, не забываем, что продолжается музыкальный август. И в начале сентября организация самоуправления будет чем порадовать и удивить жителей и гостей нашего замечательного Даугавпилса. 20 августа свой день рождения отмечает Динамбурская крепость. В этот день, 214 лет назад, был утвержден план строительства этого оборонного сооружения, который был разработан инженером Егором Федоровичем Гекелем. В честь этого важного события в жизни самого известного исторического объекта Даугавпилса 24 августа в 11.30 состоится торжественная церемония открытия Николаевских ворот, будет поднят исторический флаг Динамбурской крепости, а также произведен полуденный выстрел сигнальной пушки. Не пропустите! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова